С верой в сердце благотворительный проект общественной организации «Поможем детям» стал победителем конкурса «Православная инициатива» и получил грант. В рамках проекта для детей-сирот, ребят из многодетных семей, инвалидов проводятся паломнические поездки, а также различные благотворительные мероприятия. Одно из них прошло в школе-интернате имени Степана Здоровцева в Астрахани. Сегодня мы с вами научимся делать поделки, которые были очень традиционны в народной славянской и русской культуре. Этот мастер-класс для ребятишек не первый, поэтому они с удовольствием разбирают рабочий материал – бумагу, ткань и разноцветные нити. И, слушая объяснения сотрудников областного дома ремесел, начинают творить. Обращение к народному творчеству – это возвращение к истокам современной культуры, считают специалисты. И дети должны почувствовать его красоту и духовность. К примеру, пояса, которые делают ребята, издревле считались обязательным атрибутом костюма. Воспитанники школы-интерната начинают его плести с помощью ромашки из восьми лепестков. Цветок вырезают из картона. Берем семь нитей, семь цветов радуги, пронизываем сквозь ромашечку в центре эти семь ниток сразу скопом и завязываем на одном конце узелочек. И каждую ниточку продеваем между лепестков. Не только пояса, но и красивые птицы, нарядное оперение и даже клюв. Ребята стараются, чтобы каждое изделие радовало глаз. Мы когда, даже когда в голову делали, мне клюв очень нравится, как выделяется. Эти работы пойдут на выставку и ярмарки, и я думаю, что они кому-нибудь понравятся. Подделки, созданные руками детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, выставят на Всероссийской православной выставке-ярмарке. Это мероприятие пройдет по благословению митрополита Астраханского и Камазиакского Никона. Вырученные средства общественная организация «Поможем детям» направит на благотворительные акции, в том числе на украшение струющейся церкви Михаила Архангела. Здесь необходимо провести отделочные работы, а средств не хватает. Однако это не единственная цель, считает настоятель храма Ильей Федор Шевченко. Самая главная мысль этого проекта – помочь детям научиться делать добрые дела. Потому что дети привыкли, что все время им. А здесь они сами, своими руками делают не для себя, а для других людей. Наша организация уже много лет работает с этим детским домом. И мы проводим регулярно мастер-классы. И в этом году, конечно, мы, слава Богу, выиграли грант православной инициативы 2016-2017 годы. И там заложены были средства финансирования, чтобы проводить именно подобные мероприятия. Такие мастер-классы планируется провести еще в четырех школах-интернатах. А полученный грант поможет не только в возрождении культуры, но и в воспитании подрастающего поколения. Спасибо.